В экспозиции Ульяновского музея Дома Языковых несколько полок занято старинными утюгами. Они появились здесь по счастливой случайности. Заведующий музеем их буквально спас от вторичного использования, выкупив в одном из пунктов сдачи металлолома. Место производства утюгов определить сложно, но примерно такие изготавливались в конце 19 века в Промзино, сегодня это Сурское. В механической мастерской купца Третьей гильдии изобретателя Николая Прокофьевича Растригина. К слову сказать, в разных регионах этот предмет быта называли по-разному. Пральник, робель, раскатка и так далее. В то время утюги были роскошью. Наличие утюга в доме было символом обеспеченности хозяев. В середине прошлого века были широко распространены утюги углевого и духового типа, напоминавшие печь. В них закладывали накаленные березовые угли. Эти утюги имели слишком большой вес. Для хорошей тяги по бокам начали делать отверстия, а некоторые модели даже оборудовали трубой. Чтобы он лучше разгорался, им приходилось махать. Опять же, сложно. Наиболее похожими на современные были старинные утюги из литого чугуна. Их особенность состояла в том, что они разогревались на огне или в печи. Нагревались они достаточно долго, около получаса, и весили примерно до 10 килограмм. К тому же для работы с ним требовалось одевать рукавицы. Ручка была слишком горячей. Вскоре его доработали, появилась возможность переставлять съемную ручку. Одним основанием производишь процесс глажки, второе в это время нагревается. Он был тяжелым и громоздким, поэтому мог разгладить ткани грубой фактуры. Для разглаживания более деликатных тканей использовали маленький утюжок. Такие литые чугунные утюги находились в обиходе некоторых семей вплоть до 60-х годов прошлого века.